всем привет ребят ну что вот на тайваньском форуме запустили грядущую обнову что нас ожидает сейчас попробую вам перевести рассказать так добавлено опекунская пробная деятельность я не знаю честно говоря что она означает ну как бы непонятно в любом случае у нас будет еще одна волна то что это однозначно это будет следующая волна а джей а я джей добавлено вот будет следующая вкладочка наконец-то средняя волна возможно потому что то будут менять за нее будут давать тоже дополнительно 9 рунки поэтому принципе это очень-очень неплохо как бы каждому дну на стараются добавлять волны посмотрим какой же все таки что там будет чего нас ожидает принципе мы к этому уже готовы дальше 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 функция скинов будет доступна для таких зданий башни ратуша в общем все башни и башенка башни сразу башни стрелы волшебной башней башенка не знаю что означает башенка посмотрим карта загрузки дня святого валентина то есть поменяется заставочка так добавлен новый талант ну все как обычно называется у нас переводе так динамическая демоническая броня увеличение процентуальной силы атаки максимальный урон наносимой ну в общем я так понял что новый атакующий талант который будет поднимать максималку урона что ему за это сказать я буду жать если придется перекачивать все факты ничего удивительного айджи как всегда нас удивляет так дальше что у меня тут еще есть новый герой как всегда навык воины редьки не знаю что это такое будет имя природные вот так вот переводит ну какой-то интересный навык меха описание произвольное восстановление собственных героев то есть он по сути будет киллер еще одним ну не хиллера как дерево либо седна атакует здоровье заставляет их выпускать определенные заклинания интересно 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 которые заставят эти героем наносить урона цель скорее всего будет у них у него какие-то приспешники не знаю время охлаждения эффект иммунитет к молчанию катастрофическое состояние и скорее всего еще чего-то ну в общем интересно что за герой очень интересно так новый босс вы где вы сможете использовать стражи чтобы попробовать случайные бонусы чтобы отбросить души бога войны могут быть драгоценными камнями и по честности не знаю что это означает но в общем то о чем писали новый босс у нас будет и скорее всего он будет зависеть от стражи либо стражи от него ну тоже об этом уже писалось и говорилось так название менее цветок прилива описание блин тут конечно коряво так переводит 10 секунд в секунду в результате чего максимальном а запасы здоровья трампа в рождении ближайших противника время охлаждения короче непонятно новый питомец о котором мы уже говорили в игре можно включить так и не цвет цветные парпурные домашние яйца получается то есть по сути он по судя по всему что тут пишут цветные и пурпурные яйца скорее всего он будет падать с обычных яиц это радует что он не будет донатным навык любви пузыря вот это да вот это конечно улыбнуло как она переводится так описание когда на герои нападают он возвращает силы атаки питомцы окружающим дружественным юнитом то есть но усиление юнитов то бишь героев так и дает какой-то щит нормальное состояние влияет так то есть у него будет два состояния так добавлен 3 моды для героя в том числе воина редки скорее всего моды это имеется ввиду будут скины будут два новых скина а вот на феникса скорее всего демон огневого дерева ночная роза роза флор честно говоря не знаю что это означает ну тоже очень интересно будет посмотреть ну видели мы на картинке кто не видел можете вернуться пару видосиков назад про одну там есть картинка снова питомцами там ледяной феникс имеет новый скин и скорее всего новый скин нового героя ведут не знаю что-то так написано так хорошо смотрим дальше оптимизация пикового уровня настройки отображения дфс и пикового уровня настройки интерфейс переключения талантов и обновления настройка интерфейса get hero в героическом алтаре интересно интересно что это за настройки будет реакция осады монстров предел честности регулируется делать честности регулируется от пяти до пяти тысяч в это верхний предел позиции регулируется о вот она чего у нас увеличена судя по всему количество и тамов на складе наконец-то до пятидесяти тысяч ребят вот это скорее всего что именно так до пятидесяти тысяч это радует исправьте силу судьбы чтобы рассчитать не ту проблему не знаю перерасчет какой-то будет исправьте награду пупин новичка после того как битва закончена в общем какие-то исправления верхний предел фото юридического алтареал еще на 22 слота дали а ну-ка пишут что так ну это интересно да будет плюс 2 слота судя по всему круто верхний предел вести месте инквизита так 370 плюс 10 слотов на склад в общем что мы имеем ребят подытожу я сам нового еще не понял но новый талант это раз новый герой это два новый босс это три новая волна 4 изменения там в алтаре считаем 5 это однозначно плюс для донатов для без доната в этом никак не влияет так ну новые скины опять же для донатов и причем не один а по ходу ваш и на два на три но я не знаю ли она правильно новый питомец в общем интересные изменения надеюсь питомец не донатный скажем так с плюсов что я вижу это новый питомец интересен если он бездонатный он очень прикольненький должен быть новый герой непонятно донатный не донатный ну что-то такое интересное будет но я надеюсь не сильно имбово если он рисует принципе терпимо но опять же можно будет уже три пачки с рисовщиками собрать волна такое себе волны я вам показывал как проходить вот интересно новый босс это тоже будет довольно таки интересная локация посмотрим какая она будет такая же как и предыдущие просто тупо забиваться на все ну и конечно меня радует то что увеличено количество слотов если это так ну а с минусом как обычно куча всякой дичи добавляют новый талант который мне как кажется будет опять же что-то портачить и нам придется перекачивать по-любому что-то придется перекачивать у меня то без этого никак обново будет накид на тайване по судя по всему завтра из 23 ну пока нету еще объявления только написали на форуме ожидается что традиционный сервер android будет 23 числа в два часа на 4 часа 800 камней дадут но в общем вот как то так ну заставочка новая не знаю 59 опять девятых уровней то есть дадут пять камней так пишут но интересно будет посмотреть все-таки на скины как их получать что они будут давать вот это наверное самое интересное ставного героя честно говоря а вот именно скины что же все-таки будет и как это за собой повлечет все на остальных локациях например таких как битвы гильдий ради которой как бы игра и созданная ради которой должна накрутиться но к сожалению у нас все наоборот скины это наверное самое самое интересное для всех что же они все-таки будут давать и как они будут выглядеть в реале что у нас поменяется поменяется хоть какой-то интерфайс хотя честно скажу я бы не это менял я бы не добавлял я бы просто поменял то что уже есть этого бы хватило за головой и все были бы счастливы все пишите комменты подписывайтесь лайки репостики всем удачи всем пока